Привет, друзья! Это Оперштаб, меня зовут Алексей Ильяшевич. Сегодня будет короткое видео, тут не надо растекаться мыслю по древу, все очень просто. Международная организация гражданской авиации ИКАО провела расследование экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска, того самого самолета, с которого сняли Романа Протасевича, из-за которой Беларусь наказали по полной программе. Спасибо изданию «Авиационный Вестник», его редакция раздобыла доклад ИКАО и поделилась им с общественностью. Сейчас мы прочитаем, что там написано. Но перед этим, друзья, вы вспомните все то, что вам рассказывали в мае прошлого года, о том, что Лукашенко угнал гражданский самолет, что он использовал для этого боевую авиацию, что он угрожал ни в чем не повинным людям. Вспомнили? А теперь открываем доклад ИКАО. МиГ-29 был отправлен, однако все еще находился в 55 километрах от самолета Ryanair, когда приземлился Boeing. МиГ прервал миссию и вернулся на базу. Согласно доказательствам, предоставленным Беларусью, между МиГ-29 и RYR-1TZ, это борт Ryanair, не было сопровождения или перехвата. И на радиоканалах, используемых RYR-1TZ, не было зафиксировано сообщение МиГ-29. Согласно информации, предоставленной летным экипажем и бортпроводниками, не было никакой связи, взаимодействия, визуального наблюдения или других сведений об участии военных самолетов в полете. И таким образом ИКАО в пух и прах разбивает версию об угоне самолета, потому что угон или акт государственного пиратства, как тогда говорили, предполагает какое-то насильственное действие. Прилетел истребитель и приказал поворачивать на Минск. Это похоже на угон, но истребитель с экипажем Boeing не взаимодействовал, никому не угрожал и летел где-то очень далеко. Кое-что на Лукашенко все-таки накопали. ИКАО нашла в действиях белорусских властей всевозможные нарушения. Ну, типа сотрудники аэропорта во время обыска попросили одного члена экипажа остаться в самолете, хотя по правилам это запрещено. Или другой пример. В Беларуси не объявили режим антитеррористической операции, когда получили сообщение о минировании гражданского борта. Но это немного другая история, потому что санкции против Беларуси вводились именно за угон самолета, а никакого угона не было. Поэтому давайте говорить прямо. Евросоюз просто так запретил своим авиакомпаниям совершать рейсы над Беларусью. Белорусским авиакомпаниям просто так запретили использовать воздушное пространство Евросоюза и Украины. Это реально какой-то ОРУЭЛ. Мы же понимаем, что нельзя наказывать подозреваемого до того, как закончилось расследование. Этого не может быть, это просто какой-то абсурд. Но с Беларусью именно так и произошло. Ее обвинили, ее наказали, а потом провели расследование и уже получается не все так однозначно. Если бы мы жили реально в цивилизованном мире, я бы спросил, когда Евросоюз отменит санкции против Беларуси, которые связаны с этим инцидентом? Когда Евросоюз компенсирует Беларуси потери от этих санкций? И когда конкретные европейские политики извинятся перед Беларусью за свои лживые заявления? Но эти вопросы прозвучат в никуда, в пустоту. Всем добра и мирного неба над головой. На этом я сегодня заканчиваю. Ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подпишитесь на наш канал, если еще не подписаны и ждите новых роликов. Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok